Курджипс 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 с короткой плоской хвоей. Это ли не удивительно? Длиннейшие теплолюбивые растения на северном склоне Кавказа. Они сохранились здесь под защитой высоких стен ущелья. Эти растения внесены в Красную книгу и причинять им вред запрещено. Некоторые растения удивительны даже на слух. Только послушайте эти названия. Чупушник Кавказ. Домой называется она Ускоколейкой. Дорогу построили заключенные в годы самой первой советской пятилетки. Это были суровые сталинские 30-е прошлого века. Советской промышленности нужна была древесина, а здесь ее было предостаточно. Но дорогу к Низмайской котловине и Лаганакскому догорью пригорождал хребет. Сверлили отверстия. Шурфы. Вы сейчас можете увидеть в них следы. Эти шурфы закладывали взрывчатку. Такая технология называется турецкой. На революции ее применяли при прокладывании дороги на Красную поляну. Видимо, примерно в те самые революционные времена и появилось имя у одной местной скалы скала Ленина. Это название не увидишь на карте края. Так город... Что интересно, в таком неизменном виде он существует уже много тысячелетий. У входа в ущелье вы видели одну из трех сторожек, которую называют нижней. Сейчас ее переоборудовали под посадочную площадку. Это небольшое кирпичное строение буквально оброшло в тело скалы. В 50-х, 80-х годах здесь круглосуточно дежурили охранники. Парки для телефонной ледни и вбитых крюков можно видеть и сегодня. В конце нашей поездки перед вами появится вторая из бывших сторожек. Раньше ее называли домик космонавта. Именно здесь, в 1971 году, некоторое время жил космонавт Виктор Васильевич Горбатко, уроженец Кубани. В Куамском ущелье он восстанавливал силы после своего первого полета в космос. А где они стали, это толпят к Ленину? Мне интересно. По сей день типа. Смотри, не удачи. Все.